Матчмейкеры Беллатор очень постарались предоставить нам 5-раундовый поединок за временный чемпионский пояс с максимально шаблонной историей. Мы здесь имеем борца и ударника, и соответственно они определят, кто же станет претендентом на пояс Ярослава Амосова. Майкл Пейдж, ну что здесь по поводу него сказать, все его прекрасно знают, этот боец уже вышел на просто огромный стрик после своего поражения Дугла Сулими, и соответственно в том числе отквитал он этот должок, и сейчас идет таким вот крепким закоренелым претендентом, и организация наверное уже потирает ручки в ожидании того, как он наконец заберет этот пояс. Но прежде ему надо пройти Логана Сторли, который как мне кажется является прям очень-очень темной лошадкой. Это очень атлетичный парень, выносливый парень и главное напористый парень с борьбой и хорошим панчем. Ну взгляните только на его поединок против того же чемпиона Ярослава Амосова, это максимально близкий бой, плотный и очень сложный для обоих бойцов. И здесь у нас вот возникает вопрос, вот пейдж казалось бы в ударке практически ни для кого не досягаем, но в борьбе его как таковой еще сильно не тестировали. Как ты думаешь, сможет ли Сторли это сделать? Ну забороть, заспойлерить или может ударкой угрожать? Все-таки, ну все мы прекрасно знаем как реагируют ударники на постоянную угрозу тейкдаунами. Просни ситуацию. Да, совершенно верно, есть такой момент. Ну, что здесь могу сказать? Вот как я это вижу, ну вот знаешь, вот тянут просто пейджи к чемпионству, вот тянут всеми правдами и неправдами, такие ну давай, ну завоюй ты пояс, пожалуйста, да. Ну пока никак не получается, да, он был к этому близок, ну если я не ошибаюсь, Слим у него был не за пояс, но после этого он бы точно дрался за пояс, я в этом уверен. Ну видишь, вот не прошел, да, Лиму, ну я имею ввиду в первом бою, да. Вот, затем пришлось ему стриг такой серьезный, довольно-таки набить, причем, знаешь, не без проблем, прямо скажем, не без проблем. И даже взять тот же бой с Россом Хьюстоном, я там вообще победы пейджи не увидел совершенно, но судьи, они такие в Англии, знаешь, они, как говорится, вижу пейджа, он выиграл раунд. Вот, независимо от того, как этот раунд прошел. И вот в крайнем бою мы это в очередной раз видели, в Англии был бой, реванш с Дугласом Лимой. Вы как считаете, вот для чего вообще-то реванш был сделан, для чего? Для Дугласа Лимы, чтобы он еще раз пейджа нокаутировал на глазах у английской публики? Ну типа совершенно очевидно, что реванш сделан для пейджа, у него дома. И его задача, да, довести бой до решения. И он довел бой до решения. Выиграл он этот бой? Да вообще не выиграл, вот вообще никак. Он просто, я вообще не понимаю, как там можно его победу увидеть, а двое судей увидели. Поэтому нужно тоже понимать, что, ну, этот боец выгоден, да. И я, знаешь, я не хочу там какие-то теории заговоров разводить. Я не говорю, что там подкупили судей там или еще что-то. Я просто вижу факты. Этот боец, он медийный, он зрелищный, он организации нужен. И ему подтягивают решения все. Я не знаю по какой причине, да. Но так уж случилось. И вот должен был пейдж драться не с кем иным, а с самим Ярославом Амосовым за чемпионский пояс. То есть все-таки подтянули его опять к поясу, да. Но Амосов в итоге выбывает из поединка. И знаешь, казалось бы, ну вот все, бой за пояс чемпиона не будет, а нет, будет. Потому что решили ввести временный пояс. И драться против пейджа будет именно Логан Сторли. Он здесь выйдет на короткое уведомление. Он недавно бился, три месяца назад. Все у этого парня хорошо, да, ну в целом. И это единственный, так сказать, человек, который Сирославу Амосову очень хороший близкий бой показал. Причем некоторые люди даже считали, что он его выиграл. Ну в целом просто очень близкий бой. Такая борцовская схватка там получилась. А я, кстати, знаешь, что хочу сказать по Сторлиу? Это действительно борец. Причем очень-очень высокого уровня борец. Это боец, который тренируется в топовом зале Сэнфорд ММА. Это боец, который в крайнем поединке. Очень себя хорошо проявил с Нейманом Грейси. Грейси отбился 5 по 5. Показал хорошее кардио. И вот это спорный момент. Потому что Самосову он дичайше устал. После этого с Данте Широ, который, ну, средненький. Я не скажу, что плохой боец. Ну, средненький боец. Сторли с ним дичайше устал, да. Но с Грейси выходит, не борется и не устает. И 5 раундов, как бы, у него все хорошо получается. Единственное, что он был потрясен в одном из моментов. Это надо иметь в виду. Да, типа, его потрясли. И поэтому у Пейджи, безусловно, есть шанс. У Пейджи есть шанс вообще любого, да, по идее, вырубить. Даже того, кого и не потрясали. Ну, а тут понятно, что надо тоже держать в голове, что он может просто вырубить. Но Логан Сторли нам показал, что у него ударка, ох, как подтянулась. Более того, у него еще и панч появился. Причем реально жесткий панч. Мы знаем, что, как бы, и с Пейджем можно поговорить на этом языке, так скажем, выгодно для себя, да. И вот на данном этапе карьеры я вижу так, что Логан Сторли смотрится здесь предпочтительнее. Я не знаю, вряд ли я кому-то какую-то сейчас новую информацию сказал. В моем понимании так. Так, коэффициенты следующие. 3.31 на Пейджа, 1.33 на Логана Сторли. И, как бы, у меня к этому в целом вопросов нет. Но я считаю, что шансы у Пейджей победить точно есть. И не только нокаутом. Нокаутом в том числе, но и передышать соперника. Потому что, если Пейдж будет определенно лучше в стойке, если Логан не сможет ему, да, скажем так, навязать там плюс-минус конкурентную стойку, чтобы он мог немножко отдыхать, то ему придется всю дорогу бороться. А если он будет всю дорогу бороться, он устанет. Его не хватит на 5 раундов. Он в 3 раундах устает. Его, по сути, на 2 раунда плотной борьбы хватает. И вот тут открывается, да, еще один моментик, благодаря которому Пейдж выиграть может. И, черт возьми, я не удивлюсь, если Майкл опять доведет этот бой кое-как там, скрипя, лежа под Логаном Сторли и умирая до решения. А двое судей такие, ну, как бы, Майкл красавчик, выиграл бой. Я не удивлюсь, вот тут серьезно. Поэтому, в целом, может быть, и есть смысл здесь по цифрам за Пейджа поболеть, потому что я вижу это так, что его просто всеми правдами и неправдами перевели к поединку за титул. Да, не получилось за полноценный, неважно, вводим временный, да, лишь бы дома, у себя на родине, Пейдж оказался чемпионом. Я вижу это так. Поэтому, может быть, он по цифрам и интересен. Но, в целом, если так смотреть, я считаю, что у Сторли значительно больше шансов. Я реально считаю, что он и в стойке может где-то попасть очень тяжело в борьбе. Он, я думаю, вообще, по идее, сломать просто Пейджа должен. Но, конечно, не удивлюсь, если случится не самый благоприятный для Логана Сторли исход. Вот, тем более, он на коротком здесь выходит. Нужно будет еще посмотреть на взвешивание. И мы в бою только узнаем, какая у него будет готовность, именно, значит, функциональная по кардио. Это будет играть роль 100%. Поэтому вот такое вот у меня мнение. Я считаю, что больше шансов у Логана Сторли, но я не считаю, что за 1.3 его стоит брать, там, украшать свои экспрессы и так далее. Мне кажется, это маловато. И я практически уверен, что для Пейджа этот бой сделан. Но потянет он или нет, это вопрос. Вот, я считаю, что нет. Как бы у меня такое мнение. Так что я здесь за Сторли. Ну, забавная ситуация получается. Я там вкрасках рассказал, что Логан Сторли такая темная лошадка. А ты тут вкрасках рассказываешь, что он фаворит за 1.3. То есть, не такая уж и темная, и не такая уж и лошадка. А вполне себе такой уверенный фаворит. И да, ребят, действительно, это не самая частая история, когда мы видим Майкла Пейджа в статусе андердога. Но надо брать в расчет факт того, что для компании Беллатар этот боец, ну, один из таких максимально медийных и, можно сказать, золотая курица, которая несет золотые яйца. Но, действительно, по спортивным каким-то показателям ему будет крайне сложно с Логаном Сторли драться. Потому что этот боец будет угрожать и тейкдаунами, и панчем. И, соответственно, все это будет осложнять жизнь Майклу Пейджу. Но, я не знаю, если бой дойдет до решения, даже, может быть, Логан Сорли там себя лучше проявит. А судьи, как ты понимаешь, у нас судят без каких-либо поправок на свою деятельность. Могут даже абсолютно неадекватные решения отдавать, и ничего им за это не будет. И, соответственно, если у Беллатар будет какая-то принципиальная нужда Пейджу отдать решение, могут это сделать? Ну, конечно же, могут. И, соответственно, как-то недооценивать его с точки зрения важности или медийности, прежде всего, с этой точки зрения, я думаю, не стоит. Ну, и со спортивной точки зрения, конечно, все эти его летящие колени, там, ну, вот эти вот виртуозные удары, которые он выбрасывает, может он подловить во время тейкдауна? Может, конечно. Так что, ребят, держите ухо востро. В любом случае, это не тот бой, где стоит какие-то там верничковые прогнозы делать, но посмотрите, он, скорее всего, будет интересным, и на этом остановитесь.